здравствуйте чтобы получить прощение грехов есть процесс очищения грехов но прежде чем как очистить грех мы должны понять что мы грешники у меня был плохой голос сейчас конечно стало намного лучше сейчас мой голос очень сильно испортился когда я говорю обычно нет проблем но это не значит что у меня все хорошо с голосом когда отрезали отрезали опухоль и тогда стал намного легче говорить то есть меня вылечили но что же важно чтобы оперировать нельзя просто отрезать опухоли нужно вести анестезию а перед анестезией нужно было принять лекарство от давления когда я принял лекарство от давления и нужно чтобы давление стало нормальным чтобы ввести анестезию если высокое давление говорят нельзя вводить анестезию чтобы отпустить давление нужно ввести лекарство от давления когда я принял три дня это лекарство давление стало спускаться и потом можно было внести анестезию. Анестезия – это не лечение. Но это метод, необходимый для операции. Я уверен, что мне больше не надо об этом объяснять, верно? Операция, лечение – это когда отрезают ножницами опухоль. А анестезия – это процесс, необходимый для операции. Чтобы получить прощение грехов, какие вещи мы должны пройти, чтобы получить прощение грехов? Нам нужно знать одну вещь, тогда будет просто вести духовную жизнь. Большинство людей смотрят Библию только по частям. Горейская Библия состоит из 1800 страниц. И она полна буквами. Нет ни одной картины. Библия вся, забитая словами. Вы знаете, когда я читаю Библию, я читаю время. Чтобы прочитать одну страницу, мне нужно две минуты. Как я сказал, корейская Библия состоит из 1800 страниц. Если их умножить на два, тогда получится 3600 минут. Мне нужно 3600 минут, чтобы полностью прочитать Библию. Если это перевести на часы, это получается 60 часов. Если ежедневно читать по 10 часов Библию, я могу полностью прочитать Библию за 6 дней. Часто я ничем не занимался, только читал Библию. Мне нужно ровно две минуты, чтобы прочитать одну страницу. И за 60 часов я могу прочитать полностью Библию. Однако разом мы не можем полностью понять всю Библию. Когда мы почти с тем начинаем понимать значение слова, самое интересное, мы обнарушиваем пару каждому слову. Когда меня положили в больницу, да, у меня была проблема с голосом, поэтому я пошел в больницу. Меня врач осмотрел. Осмотрение не является лечением, но таким образом обнаруживать, что у меня есть опухоль. Когда обнаружили, что у меня есть опухоль, чтобы оперировать, нужно ввести анестезию. А чтобы ввести анестезию, нужно отпустить давление. И говорят, нельзя при высоком давлении вводить анестезию. И это не лечение, а это необходимый процесс для операции. Я уверен, что всем понятно, правильно? Вам же всем понятно? Да, верно. Через какой процесс мы должны пройти, чтобы получить прощение грехов? Что Бог должен сделать, чтобы мы получили прощение грехов? Господь Бог для того, чтобы очистить наши грехи, Он должен сделать, чтобы мы получили прощение грехов. А чтобы мы получили прощение грехов? Мы должны узнать, что мы являемся грешниками. Разве нет? Есть вещи, которые Бог должен сделать для нашего прощения грехов. И первый процесс, который Господь Бог дал для нашего прощения грехов, это были 10 заповедей. Заповедь не является процессом очищения наших грехов. Но оно позволяет нам осознать наш грех. Посмотрим к римлянам третью главу. Посмотрим к римлянам третью главу. Если вы нашли. Давайте посмотрим. Что написано к римлянам третьей главе? Да, я нашел. Третья глава, 19 стих. Что написано здесь? Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит Крис, состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Поговорим об этом стихе. В Библии написано «Не прелюбодействуй». Верно? Сегодня как раз мы прочитали историю о женщине взятой прелюбодеянии. Я задам вам вопрос. Сначала был закон «Не прелюбодействуй» или же сначала было прелюбодеяние? Как вы думаете, сначала пришел закон, который говорит «Не прелюбодействуй» или же было сначала прелюбодеяние? Конечно, было сначала прелюбодеяние, верно? Поскольку люди прелюбодействовали, поэтому пришел закон «Не прелюбодействуй». Так же касается всего газ закона. Сначала было воровство или сначала был закон «Не воруй» или «Не лжесвидетельствуй». Причина, по которому был закон, который говорит «Не лжесвидетельствуй», потому что кто-то уже обманывал, верно? Причина, по которому появился закон «Не прелюбодействуй» показывает, что кто-то прелюбодействовал. Закон, который говорит «Не воруй», показывает, что кто-то воровал. В законе написано «Не делай себе иных богов». «Не поклоняйся идолам», «Не называй имя Господня Суе», «Чтись субботу», «Почитай родителей», «Не прелюбодействуй». «Не воруй», «Не лжесвидетельствуй», «Не желай». Есть 10 заповедей. Скажите, сначала был закон или сначала был грех? Сначала был грех, верно? Понимаете это? Если бы никто не прелюбодействовал, не было бы закона, который говорит «Не прелюбодействуй». Если никто не прелюбодействует, не нужен закон этот. Так ведь? Понимаете этот момент? Что говорит Бог, когда дает нам закон? В книге Исход говорится так. «Если исполните все заповеди Мои, получите благословение. Если же нарушите, получите проклятие. Привет». Особенно в 28 главе второзакония. Написано, «Если исполните все повеления Господни, и в ходе будете благословены, и при выходе, и благословятся сосуды ваши, и дети ваши получат благословение, и скоты получат благословение, и пришелес получат благословение». Написано, «Благословен и благословен, и prince Lakes». Если же нарушишь, получишь проклятие при входе и при выходе. Написано «получишь проклятие». Так ведь? Когда Господь Бог дал десять заповедей. Скажите, мы были в состоянии, где мы нарушили закон или не нарушили? Мы находились в состоянии, где нарушили закон. Если я хорошо исполнил заповедь, скажите, мои грехи простятся? Нет. Если я мог бы очистить свой грех, тогда Иисусу не нужно прийти на землю. Закон. Не может сделать нас добрыми или святыми. Написано, что закон пришел, чтобы умножилось преступление. И чтобы законом познали грех. Когда я осознал свой грех, закон больше ничего не может дать мне. Исполнить десять заповедей? Это нет смысла, если я нарушу закон. И Библия говорит о том, что закон да не для того, чтобы мы исполняли закон, стали добрыми. Даже если мы исполняем закон, тот, который нарушил, он грешник. Я не становлюсь добрее, когда исполняю закон. Что говорит нам кремленам третья глава? Посмотрим. Девятнадцатый стих. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом так, что заграждается всякий устой, и весь мир становится виновен пред Бога. Есть те, которые под законом, и есть те, которые над законом. Есть закон, который говорит, не воруй. Тот, который никогда не воровал, он находится над законом. А если есть сварвал, он находится под законом. Человек, который нарушил закон, если он будет в будущем хорошо исполнять, согрешенное разве исчезает? Как вы думаете? Как вы думаете? Если человек, который согрешил, в будущем будет не согрешать, согрешенный грех исчезает? Да, покажите. Как вы думаете? Да. Те, которые уже нарушили закон, как бы они не исполнялись закон, оно не может сделать нас чистыми. Что говорит нам Библия? Посмотрите внимательно. 19 стих. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к соседшим под законом так, что загружаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Затем 20 стих. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Когда мне делали операцию на голосовые связки, знаете, мне сделали наркоз. Сначала проверили и сказали, что у вас есть опухоль, нужно будет отрезать. Для этого нужно ввести анестезию. Нельзя, чтобы было высокое давление. И проверили давление. И потом, когда проверили, врач сказал, «Ой, пастор, у вас хорошее давление стало». Я сказал, «Но это же не я сделал, вы сделали». Потом мне положили кровать и поставили капельницу. «Рядом стоял врач, который будет оперировать, и врач отвечает за анестезию. И врач говорит, «Пастор, когда я вам скажу, вдохните глубоко, вдохните глубоко». Я сказал, «Хорошо». И когда я ничего не подозревал, мне положили лекарство от анестезии. Я помню, что мне сказали, «Вдохните глубоко». Я подумал, «Хорошо, я вдохну». И потом я потерял сознание. Да, анестезия вошла в мой организм. Прошло время. Мне говорят, «Пастор, выдохните». И раз, и хух, выдохнул. И говорят, «Операция закончена». Пока я был под анестезией, мне сделали операцию. Так закончилась моя операция. С того момента я мог так удобно говорить, то, что делает анестезию, не является лечением. Но это подготовка к операции. Если не делать анестезию, тогда человек будет двигаться. Закон. Даже если мы будем исполнять заповеди, оно не может сделать нас святыми. Оно не может сделать нас чистыми. Закон дан, чтобы мы познали, что мы грешники. Если, хотя Господь Бог послал Иисуса к нам, но если мы не будем знать, что мы грешники, если мы не знаем, что мы грешники, тогда мы не будем верить в Иисуса. В первую очередь, чтобы показать, что мы грешники, Бог дал закон. И законом познается грех. Следующий стих, посмотрите. Двадцатый стих. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Поскольку делами закона не может оправдаться перед Богом никто, законом познается грех. Посмотрите двадцать первый стих. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия. Это правда Божия. Это процесс получения прощения грехов. И оно никак не связано с законом. Неважно, ты исполнял закон или не исполнял. И это правда, это правда Иисуса Христа. И оно засвидетельствовано. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Закон был дан для того, чтобы мы познали, что мы грешники. Даже если Иисус Христос очистил все наши грехи. Но если я не знаю, не знаю, что я грешник, тогда зачем нужен этот закон? Закон нужен для того, чтобы мы познали, что мы грешники. Если мы познаем, что мы грешники, больше закон нам не нужен. Он бесполезен. Он не нужен нам. Но люди почему-то хотят вести духовную жизнь и исполнять закон, ведя добрую жизнь. Это неправильная духовная жизнь. Написано, что делами закона не оправдается при ним, какая плоть. Есть две вещи. Есть то, что Бог сделал, чтобы спасти нас от греха. Если мы не узнаем, что мы грешники, мы не пойдем к спасению. Поэтому Бог должен открыть нам две вещи. Первый, он должен освободить нас от греха. Но прежде этого, он должен сделать еще одно. Людям, которые не знают, что они грешники, что бы они делали, они не имеют связи. Поэтому он делает, чтобы мы познали свой грех. А после того, как мы познали, что мы грешники, мы должны через Иисуса Христа получить прощение грехов. Но Иисусу так жалко, когда сегодня многие церкви, поскольку не знают Библию, сегодня многих церквях повторяют заповеди каждое воскресенье. Десять заповедей — это и есть закон, который дан для того, чтобы мы познали свой грех. «Когда я познал свой грех, нам не нужно стараться исполнять заповеди. Нужно предстать перед крестом Иисуса Христа». Когда Господь Бог дал десять заповедей, Он сказал, «Если вы исполните, получите благословение. Благословенные будете при входе, при выходе, и сосуды ваши будут благословенные». Но Бог знал, что люди не смогут это исполнить. Когда Моисей был на горе Синай, Бог дал две каменные скришали. «Если все это исполнить, Он сказал, «Выбудьте мне народом священников, благословенным народом». Израильтяне скажут, «Мы все исполним». Но Бог не верил в людей. Он знал, что люди согрешат. Когда Моисей спускался с каменными скрижалями, в руке у него были каменные скрижали с заповедью. А знаете, что было у него на сердце? Был образ Скинии Небесной. Пока Моисей находился 40 дней, он внимательно посмотрел на Небесную Скинию. Так, это жертвенник. Это умывальник. Это стол хлебов преломления. Это жертвенник воскурения. Это ковчег. Бог очень подробно показал это. И затем, знаете, что Бог сказал? Если кто-то согрешит, нужно заколоть агнца и помазать на рогах жертвенника. Тогда будут прощитные грехи. И Бог сказал сделать такую же Скинию на земле. В Ветхом Завете говорится Скиния. Почему Скиния? Поскольку в Ветхом Завете израильтяне шли в пустыне, они не могли сделать постоянное здание, которое будут разбирать и собирать. Поэтому Скинию сделали в виде шатра. и называется Скиния. Храм сделан из шатра. Когда настало время Соломона, они построили храм по тому образу, который видел Моисей. Моисей спустился с двумя каменными скрижалями. Моисея не было 40 дней. А на горе Синай там нет ни дерева, ничего. И люди подумали, что невозможно там выжить на протяжении 40 дней. И думали, что Моисей умер. Кто же нас будет вести? Знаете, чтобы мысли рассеялись, чтобы соединить в одну мысль, нужно было то, что объединить людей. Чтобы народ не разбежался, они сделали золотого теленка. Когда Моисей спустился с двумя каменными скрижалями, где написано, не делай иных богов, не делай себе кумиров, они нарушили закон Божий. Поэтому Моисей разбивает каменные скрижали. Почему? Потому что перед скрижалями они согрешили, они должны получить проклятие. Первый же день, когда пришел закон, умерло 3000 человек. Причина, по которым Бог дал нам закон, было для того, чтобы мы познали, что мы грешники, нет другой причины. Кремлянам 3 главе написано, что с законом познается грех. 19 стих, посмотрите. Извините, 20 стих. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Знаете, что делают сегодня многие церкви неправильно? Если мы познали, что мы грешники, закон больше нам не нужен, что можно воровать, можно обманывать, можно сделать то, можно делать плохое. Нет. Тогда как? Когда мы познаем, что мы грешники, мы должны Иисусом положить прощение грехов, тогда мой закон будет в бисан на каменной скрешали, а в ложусь в сердцах их и в мыслях их напишу. По этой причине нам больше не надо следовать за законом. К Евреям 10 главе говорится, так говорит Господь после тех дней заключил Новый Завет и вложил законы в сердцах их мыслях и их напишу. Если Господь вложит закон в наших сердцах, мы в сердце будем повиноваться Слову Господа. Когда я получил прощение грехов, когда Дух Святой вошел в мое сердце, я ясно мог узнать сердце Бога. А вот почему Господь Бог дал закон. Я смог ясно обнаружить это. Даже если я не говорю, я должен исполнить закон, поскольку Дух Святой находится в моем сердце. Написано, вложу законы моих в сердцах и их мысли, я их напишу. Дух Святой, которого не было внутри меня, Он начинает вести меня. Многие люди сегодня ошибочно думают. Они думают, что нам надо следовать за законом. Но у закона есть одна цель, чтобы мы познали свой грех. когда мы познаем свой грех, нам не нужно стараться, чтобы исполнить закон. А, я грешник. Тогда как мне нужно быть? Человеку, который познал, что он грешник, теперь нужна кровь Иисуса Христа. Раньше, если мы не знали, что мы грешники, мы говорили, какая связь к смерти Иисуса. Но когда мы познали грех, мы смотрим на кровь Иисуса. А, я грешник. Я злой человек. Но Иисус Христос провел свою кровь за мой грех. И смерть Иисуса Христа мои грехи омыты. Тогда я больше не грешник. Иисус заплатил всю цену за мой грех. Я чист. Вот такая вера должна быть у нас. Но Сатана искусил нас. Если мы смотрим на закон, закон без конца говорит, ты грешник, ты грешник, ты грешник. Ты же обманывал. Ты же воровал. У тебя же есть похотливое сердце. Ты же не повиновался родителям. Ты же сделал то. Ты же желал чужое. И у нас появляются мысли, что я грешник. Сегодня многие люди ходят в церковь и не могут освободиться от греха. Потому что они находятся под законом. Что говорится в Кремленном 3-й главе. 21-й стих. Но ныне независимо от закона явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. 22-й стих. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Написано «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». Да, я нарушил закон. Но Иисус умер на кресте за мой грех. 23-й стих. Потому что все согрешили и лишены славой Божией. Поскольку все согрешили, человек, который согрешил, даже если будет исполнять закон, исполнение закона не может оправдать меня. Поэтому я получаю проклятие. Потому что все согрешили и лишены славой Божией. И 24-й стих. искуплением во Христе Иисусе. Получая оправдание и даром побладать Его искуплением во Христе Иисусе. Поскольку Иисус Христос умер на кресте, неважно, верите вы в это или не верите, Он получил все наказание за нас. Понимаете это? Если пойти на суд, прокурор выдворяет предварительное наказание, а судья выносит приговор. Самое строгое наказание в нашей стране это смертная казнь. Но прокурор не хочет назвать слово смерть. И обычно говорят выдворяем самое строгое наказание по закону. Выше или строже чем смертная казнь не существует. Например, если кто-то убил одного, его приговорили к смертной казни. А если он убьет двоих, тогда его будут казнить два раза, если он убил десятерых, что нужно казнить десять раз? Нет, конечно. Нет, конечно. Сегодня проповедовал пастор Ким Ги Сан. Когда он был в Кене, там ответственность сказал. Был заключенный, который так хорошо слушался и казалось, что он не должен находиться в тюрьме. и он подписал документ и отпустили и написали, что такой человек не должен находиться в колонии. Подписали документ, но когда он вышел на свободу за неделю убил восьмерых и сейчас он где-то спрятался. восьмерть так страдал, что подписал такой документ. Он был ведь таким добрым, таким честным заключенным. Он так хорошо слушался и надеялся, что он не согрешит и подписал документ и отправил наверх. А он за неделю убил восьмерых и спрятался. По этой причине этот начальник, услышав мою лекцию пастора Кинг Висон, он так радовался. Президент Кенни услышал про образование, которое проводит пастор Кинг Висон. И позволил, чтобы во всех колониях проводили майн образование. Что говорит президент Кенни Ата? Эту программу должен проходить весь госслужащий. И мы обучали госслужащих, которые приехали в Корею. Потом, когда они возвратились в Кению, а когда они вернулись домой, они так радовались. И сегодня правительство многих стран просит, чтобы мы работали с заключенными в колониях. В прошлой неделе в прошлом году я был в Латинской Америке и я проводил семинар в четырех странах. Я встретился с четырьмя президентами и они просили, чтобы мы проводили в их странах майн-образование. Я сказал, я передавал им Евангелие. Обычно дают максимум сорок минут. Я же мог общаться шестьдесят семьдесят минут. Президенты дали мне возможность. Я благовествовал Евангелие и получили спасение. Я сказал, господин президент, встреча с вами для меня это очень сложная встреча. Дайте, пожалуйста, встретиться с министром по делам образования. Я буду с ними совещаться и хочу обучать молодых людей по всей вашей стране. И в качестве первого этапа дайте нам одну школу и мы будем проводить майн-образование на протяжении года. Сейчас готовые учебники. После одного года вы сравните ребят, которые проходили майн-образование и тех, которых не проходили. Мы сравним и будем докладывать вам. Если вам будет угодно, во всех школах откроем майн-образование и будем обучать их. среди учителей я выберу некоторых и буду обучать майн-образованию. После того, как они пройдут тренировку, на протяжении 10 лет мы постараемся, чтобы майн-образование проникло ваше образование, чтобы учителя обучали своих учеников. и через 10 лет мы уедем из этой страны. Президент очень радовался и мы хотели проводить, но началась пандемия коронавируса и мы сейчас не можем проводить, но сейчас все готовое, что необходимо. Не только в Кении. В этот раз я был в США. Это было в марте прошлого года. И тогда начиналось распространение коронавируса. И кто-то сказал, что может быть правительство Америки не разрешит корейцам приезжать в Америку. А в марте мы хотели провести форум христианских лидеров СЛФ. поскольку сказали, что может быть не будут пускать корейцев, я поехал за две недели до нашего мероприятия. Но президент Трамп он объявил и у стойки, где получают билеты в самолет. Был включен телевизор. И я слушал речь президента Трампа. Если скажут, чтобы корейцы не приезжали, я не хотел садиться в самолет. Но во время речи президента Трампа не было о том, что запрещают корейцам приезжать, поэтому я сел в самолет. Первую неделю я общался с нашими миссионерами. Во второй неделе я поехал в Атланту и посел три города. Когда я был в Атланте, в Америке есть капеланы. Есть служители, которые работают церкви. А также есть в Америке представление капелланы. Это служители, которые работают в школах, в тюрмах. И представитель капелланов, он обратился ко мне. капелланы. примерно час мы общались с ним. Он получил спасение. Он так радовался. Он говорит, я в этот раз отправлю десять автобусов со служителями. это двести пятьдесят капелланов получается. Мы с ним очень хорошо сблизились. Тридцать восьмым нашим служителям он дал право быть капелланами. Тридцать восемь наших миссионеров они могут передавать евангелие в школах, в тюрмах, где угодно. Когда мы начали работать в колониях, министерство юстиции, да тем, которые прошли наше обучение, нашу программу, сказали, что будут сокращать срок пребывания в колонии на десять дней после прохождения обучения. И знаете, заключенные так радовались. Бог открывает такой путь перед нами. Но знаете, что важно? грех не исчезает из-за того, что мы исполнили закон. Кровь Иисуса Христа очищает наш грех. Иисус получил все наказания за нас. Поскольку Иисус Христос, Он понес все наказания, Он один раз умирает и очищает грех всего человечества. Когда Иисус умер, наши грехи очистились. Знаете, что важно? Мы должны верить в Слово Бога. Бог дал закон не для того, чтобы очистить наш грех, чтобы получить прощение грехов. Нам надо осознать, что мы грешники. И закон дан для того, чтобы мы познали, что мы грешники. Что мы должны сделать после того, как познали, что мы грешники? А, я грешник. Но Иисус Христос получил все наказание за меня. Когда Иисус Христос очистил мои грехи, Он пролил кровь не на жертвник земной, Он очистил наши грехи, пролив кровь на жертв небесном. Это очень важный момент. Коврем 9 главе 12 стихе написано «Но Христос превращение будущих благ придя с большей совершеннейшей скинью нерукотворенной, то есть не такового устроения». Смотрите, рукотворенная скинья находится на земле. «Нерукотворенная» что это за скинья? Это скинья небесная. Понимаете это? Все, что сделано на земле, сделано руками человека. Но скинья нерукотворенная находится в одном месте, где царством небесно. Почему Иисус пролил свой кровь на небесной скине? Этот мир находится под воздействием времени. В мире времени есть прошлое, есть настоящее и есть будущее. Если очистить наш грех в мире времени, то грех очищается только на определенное время. Если мы снова согрешим, мы снова становимся грешниками, потому что это мир времени. О, я согрешил, допустим, я приношу жертву и мажу кровь на рогах жертвенников и получили прощение грехов. Но если через месяц я снова согрешу, то жертва стала уже прошлым. Оно не может очистить грех этот раз. Нужно снова приносить жертву. Каждый раз, когда ты согрешаешь, надо принести жертву. Если ты снова согрешил, каждый раз ты должен закалывать жертву и приносить жертву. Но царство небесное в чем же отличие жертвенника небесного? Оно отличается от времени. Небесный жертвенник, поскольку это вечный мир, там нет времени. Там нет прошлого, нет будущего. Есть только настоящее. И когда кровь пролита на жертвенке небесно, наши грехи омываются навсегда. К Евреям 9 главе 11 стихе написано, но Христос пришли в них будущих благ. придя с большей совершеннейшей нерукотворенной, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вашего святейши приобрел вечное искупление. Аминь! Все наши грехи он омыл навсегда! Аминь! Да, конечно, надо осознать, что мы грешники, но когда я раскаялся перед Богом, надо поверить, что мои грехи омыты Иисусом Христом. Вот что такое войти в мир веры. Если я каюсь о своих грехах, если я продолжаю все называть себя грешником, тогда нет смысла Иисус умирать на кресте. Крест Иисуса Христа очистил наши грехи навсегда. Одной жертвой он совершил вечное искупление. Он не помазал свою кровь на жертвеннике земном. Он помазал свою кровь на небесные жертвенники. Таким образом очистил все наши грехи. Аминь. Мы должны поверить в это. Мы должны поверить в это. Господь Бог не оставлял ваши грехи. иисус иисус когда умирал на кресте он очистил ваши грехи совершенным образом. Порой бывает что какой-то грех нас обречает. Да мы чувствуем осуждение. Я совершил большой грех. Я совершил большое зло. но это не значит что мои грехи не омыты. Поскольку Иисус получил наказание на кресте он совершенным образом очистил наш грех. Не важно что говорит вам сатана. Не своими стараниями я очищаю свой грех. А кровь креста очищает мой грех. Аминь. У нас есть такая вера. Он осветил нас. Навсегда. порой мы делаем ошибки. Мы делаем что-то неправильно. Но он очистил наши грехи навсегда. Мы верим в это. Мы верим в Бога. Сегодня люди стараются делать добрые дела. Просят чтобы Бог просил их грехи. Они говорят, что надо каяться. Это потому что люди не знают Библию. Библия написана, что он одним приношением навсегда очистил наши грехи. Об этом я продолжу сегодня вечером. Уже прошло много времени.